За некоторых ребят, скажу честно, я по сей день не знаю, живы они или не живы, потому что я некоторых даже не знаю, как зовут. Вот, некоторых знаю, что у меня парень был после ранения в живот, и я за него узнавала, и он выжил. Я Крученко Александра Сергеевна, я сама с Сумщины, это город Глухов, прифронтовой город, находится недалеко, к сожалению, от Российской Федерации. В 2016 году в январе месяце подписала контракт в Сумском пограничном отряде, прослужила там я полгода, и через полгода я написала рапорт на Донецкий пограничный отряд, переведена на службу. Все это время я служила в Донецкой области, и до полномасштабной войны я была в Мариуполе. Я служила в порту, в Мариупольском, с 23 на 24. 24 числа в 5 утра мне позвонила мама и сказала, что у нас проезжает техника. Кстати, у меня 24 февраля у отца день рождения было, вот, и мама сказала, что, наверное, это полномасштабная война. И буквально через час начали бомбить наш порт мариупольский. Потом была команда выехать из Мариуполя, это был Азовмаш, где мы пробыли до апреля месяца. Я там исполняла функции медика, то есть надавала неотложную медицинскую помощь. Там были и пограничники, и морская пехота, и Азов частично. Потом, когда мы поняли, что Мариуполь и сам завод уже в окружении, наши командиры приняли решение ехать на прорыв на Азовсталь. И мы с 10 на 11 апреля поехали вместе с 36-й бригадой морской пехоты на Азовсталь. Часа в 5 утра мы уже были на Азовстале. В Азовстале также была, исполняла функции медика. У меня на Азовмаше было больше неотложной помощи. На Азовстале же там было бы, ну, немножко попроще, в плане того, что там был госпиталь недалеко. И там уже неотложку, как бы, ну, как бы, надавали. Было всякое. Было и ранение в живот, и руки, ноги отрывало. Было всякое. И, как бы, чем могли, тем помогали. Как бы, сломанные конечности. Было всякое. Ну, справились, вроде как справились. Вроде все относительно, чем смогли, тем помогли. Но, опять-таки, все было очень тяжело, потому что медикаментов реально не хватало. Перевязочных материалов это было очень тяжело, в общем-то. Вот. И 17 мая приходит мой командир и говорит, что мы идем на эвакуацию. Идем в плен. Ну, это все временно, это команда свыше. Вот. И 17-го числа с утра мы собрались и вышли на мост. Вот. И поехали потом в исправительную колонию в Елену. Знаете, очень многие журналисты спрашивают об условиях там. Но я бы с радостью бы рассказала, но так как наши ребята еще не все вышли, конкретно какие-то условия, я не могу сказать. То есть, могу сказать, что как бы тяжело было. Естественно, плен есть плен. Домой хотелось, там друг друга поддерживали. Были всякие моменты, вот. И в том числе и взрыв на территории Еленовки. Ну, конкретики какой-то о самих условиях сказать не могу. Выйдут все ребята. Потом, как говорится, поговорим. У нас 1 октября с Еленовки повезли в Таганрог, с Таганрога на Ростов. Потом мы полетели на Воронеж, с Воронежа в Борисоглебск. Это Воронежская область. Там мы просидели в СИЗО еще две недели. Вот. Потом мы с Борисоглебска полетели на Таганрог. В Таганроге мы побыли пару дней. С Таганрога мы полетели в Крым, где нас посадили в КамАЗы. И мы поехали в сторону Херсонской области. А с Херсонской уже поехали на Запорожскую область, где уже были уверены, что нас все-таки обменяют. И сейчас будет происходить сам обмен. 17 октября произошел сам обмен. Вот. Нас обменяли. Потом мы приехали в более безопасную зону, где нас встретил наш командир. Вот. С нашими офицерами. И с ихних телефонов я уже непосредственно позвонила маме и сказала, что я дома. И первый раз я действительно заплакала. Это когда увидела свою маму с папой, которые приехали сразу же, когда нас привезли в Киев. Вот. Тогда я, конечно, дала немножко слабину и заплакала. А так, в принципе, держались, держались ради своих родных, близких, любимых людей. И те люди, которые мне попадались, они всегда были очень сильным духом. И не дай бог, ну, как бы это, опять-таки, повторяю, человеческий фактор, и каждый реагирует по-своему. И если где-то там кто-то приуныл, а это нормально в таких условиях, когда ты понимаешь, что ты 24 часа на 7 в бронежилете, что тебя будят в час ночи там от авиаударов и тому подобное, ты понимаешь, что такое — это вполне нормальные вещи. И когда какой-то товарищ сидит и приуныл, естественно, каждый из нас подходит к нему, начинает там разговаривать, подбадривать немножко. То есть как бы слабину, ну, это даже не слабину, а грустинку такую давал каждый. Но когда мы были все вместе, мы были как одна большая дружная семья. И даже когда мы сидели в СИЗО в камере, мы тоже как бы были и Азов, полк Азова, и Нацгвардия, и Террабарона, и вот мы, пограничники. Я обращаюсь к жителям Российской Федерации. Сейчас 21 век, мы не являемся нацистами. Вы, ну, как бы, жители Российской Федерации за это знают не понаслышке, так как многие, кто живут в Российской Федерации, они являются, ну, как бы, выходцами с Украины. И мы не выхваляем нацизм. И 21 век, в конце концов, ребята страдают, ребята гибнут. Нужно садиться за круглый стол и что-то решать. Потому что эта война, она может быть бесконечная. А ребят, которые не вернутся к своим семьям, к детям и к матерям, уже не вернуть. Вот и все. Это самое главное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!